Приветствуем вас, граждане России! Мы, аноним! В наших руках оказалась переписка преступного синдиката, захватившего власть в стране. Теперь каждый может ознакомиться с доказательствами преступлений, совершаемых федеральным агентством по делам молодёжи и дымкнувшей к нему прокремлёвской группировкой «Наши». Мы выяснили, что Кристина Потупчих, комиссар движения «Наши» и по совместительству пресс-секретарь Росмолодёжи, лично координирует производство агитационных роликов, каждый из которых обходится выше ту в полмиллиона рублей. Она же станет за координацией продажных блогеров и комментаторов и ежемесячно отчитывается о постах и уплаченных суммах главе Росмолодёжи Василия Якименко. Таким образом создаётся иллюзия поддержки действующей власти. Мы узнали, что Василий Якименко, глава Росмолодёжи с официальной зарплатой им 85 тысяч рублей в месяц, может не только позволить себе, дорогие узлы в цивилизованном ресторане, но и жилплощадь в комплексе Кутузовской ревьера за миллион долларов США. Он является тонким ценителем чистого звука, Причём этот звук и легла с из-за акустической системы стоимостью 3 миллиона рублей. Отдыхая в Париже, он останавливается в элитном отеле, который по карману не каждой голливудской звезде. Другой расхититель, заместитель главы администрации президента во внутренней политике Олег Харахордин. Из почты Харахордина мы узнали, что за одно лишь посещение стоматолога он может заплатить почти 2 миллиона рублей и 90 тысяч рублей за букет для очередной поклонницы. Мы узнали, что именно к этому малоизвестному чиновнику обращаются с нижайшими просьбами выиграть тендер на государственную закупку в республике Алтай и вопросом об условиях выигрыша. Эти вопиющие факты лишь часть того, что стало явным. Подтвердилось, что представители прокремлевских организаций стояли за эскалацией конфликта между Россией и Эстонией, вмешивались во внутреполитические дела Украины и обсуждали планы твиттерной революции в Сербии. Обнаружились планы преступного синдиката на будущее, регистрация так называемой цифровой партии Российской Федерации и разбил под это дело почти 80 миллионов рублей. Молодежное крыло этой партии под названием «Машина» готовится к спецоперации по левитимизации результатов выборов 4 марта. Десять тысяч так называемых независимых наблюдателей на следующий день заявлят о честности прошедших выборов вне зависимости от того, что произойдет на самом деле. Установлено, что невыборные агитации в интернете за кандидата на пост президента России Прокрова, причастны эти же прикреплевские структуры. Другой политической варионеткой и вместе с тем кукловодом является властитель ДУМ Кургинян. Согласно переписке Екименко, этот аналитик и подготовленные им агенты влияния должны формировать в своей аудитории ощущение извленности за счет прикосновения к секретному знанию. Реальная политическая жизнь замещается фантомами и миражами, а выборы превращаются в циничный фарс. В отчаянии попытки скрыть свидетельство своего лицемерия и алчностью, циничные катакрады организовали хакерскую атаку на всем тусе, где распространялась и обсуждалась эта информация. Изменный ими метод ТИБОС АТАКА стоил кошельку налогоплательщика миллионы рублей. В методе АТАКИ не было ничего нового для правительства. Они применяли его тирани, забывая работу сайта радиостанции ЭКОМОСПЫ, издательского дома Коммерсант, ассоциации ГОЛОС и других информационных ресурсов, отказавших режиму лояльности. В этот раз АТАКА не принесла ровным счетом ничего. Попытка остановить распространение утишки лишь разожгла интерес к ней. Мы обращаемся к тем, кто преступными путями пытается удержать свою власть. Что бы вы ни делали, вы не сможете нас остановить. Для вас есть только один разумный выход. Иметь мужество стать на сторону честных людей. Мы Араним. Игра нам Легион. Мы не прощаем и не забываем. Ждите нас.